А на скайп связи с нами из Соединенных Штатов Америки архимандрит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Кирилл в Миру Сергей Говорун, профессор университета Лайола Мэри Маунт. Здравствуйте! Ну или доброе утро вам! Да, у нас утро. Отец Кирилл, вы кандидат богословия, доктор философии, старший преподаватель Стокгольмской школы теологии Национального университета Киева-Могилянской академии, научный сотрудник Колумбийского университета. Все верно? В общем, более-менее. Во всей видимости, Томас, ну как мне кажется, документ, дающий автономию Украинской Православной Церкви, таки будет предоставлен Украине. Вы тоже сделали такие выводы после встреч в Стамбуле? Да, собственно говоря, вероятность предоставления Томаса все время возрастала. Если, например, весной я, например, давал бы 80%, что Томас будет, сейчас я дал бы 99%. То есть с каждым шагом, который предпринимает Константинопольская Церковь, эта вероятность увеличивается. Прошел синоксис, и вот как только что мы услышали в сюжете Сакена Аймурзаева, там не принимались решения, это скорее совещательный орган. Архиерейский собор Константинопольской Церкви в Стамбуле оставил за собой право предоставить автономию Украинской Церкви. Объясните, пожалуйста, дальнейшую процедуру, как это будет происходить. Речь не об автономии, а об автокефалии. Это немножко разные процедуры и разные статусы. Автокефалия предусматривает большую независимость, чем автономия. И сейчас после этого широкомасштабного совещания, которое устроил Константинопольский Патриархат, пригласив на синоксис около сотни архиерей своих, начнутся, собственно говоря, процедуры предоставления Томаса. Сами эти процедуры предусматривают, что уполномоченным органом для предоставления Томаса является Священный Синод. Это узкая группа епископов, часть этих епископов все время меняется. И я должен сказать, что на следующую сессию Синода, которая, вероятно, будет рассматривать украинский вопрос, приглашена новая группа архиереев. Я посмотрел их имена. В общем-то, архиереев некоторых из них я хорошо знаю и могу сказать, что они очень положительно относятся к Украине. Так что есть высокие шансы, что вопрос будет рассматриваться положительно. И на Синоде, собственно говоря, должен и должен подниматься этот вопрос. Следующий Синод будет проходить с 9 по 11 октября. Будет ли рассматриваться вопрос на этом Синоде, я как бы с точной уверенностью сказать не могу. Вообще загадывать времена и сроки дело очень неблагодарное. Но можно предположить, что вопрос будет рассматриваться этой осенью. И Синод должен рассмотреть документ, проект которого, как я уже ранее говорил, готов. Так сказать, драфт этого Томаса. Он был заготовлен значительно раньше. И в его подготовке принимали участие самые лучшие канонисты, богословы Константинопольской церкви. И после этого Синод будет рассматривать этот документ и обсуждать его на своем заседании, на сессии Синода так называемой. Если будет согласие по поводу этого документа, то архиереи, члены Синода будут на него голосовать. Если они за, то будут подписывать этот Томас. И в конце подпись поставит Патриарх, который должен, так сказать, контрассигнировать этот документ. Его подпись является решающей, передающей юридическую силу данному документу. И вот после этого он, собственно говоря, наверное, очевидно будет привезен в Киев, где к этому времени должны собраться уже представители всех украинских церквей на такой учредительный собор. И этому учредительному собору по местной церкви и будет предоставлен данный документ Томас. На основании этого документа собор епископов уже приступит к избранию своего предстоятеля, своего главы. Отец Кирилл, уточнение. Документ, Вы сказали, уже готов, но его основа, да? Когда он был написан? Он был весной еще готов. Еще весной. И скажите, пожалуйста, в Синоде голосования большинством просто будет принято решение? Или нужно две трети, условно, конституционное большинство или? Это должно быть квалифицированное большинство. И судя по составу членов Синода, можно сказать, что сюрпризов там не должно быть. Квалифицированное это 50% плюс 1? Это, да, это большинство количества. А сколько членов Синода? Приблизительно, хотя бы, в порядок. 12 членов постоянных и 12 членов приглашаются на сменную основу. То есть 13 голосов нужно? Около этого количества. Бывает, что не все могут принимать участие в заседании Синода. Ну, в общем-то, это такой порядок, да. Вы уже упомянули о том, что этот Томас будет вручен некому учредительному собранию. Но, как я понимаю, такого органа же до сих пор в Украине нет. Да, речь идет о том, что Томас будет предоставлен новой структуре. Это будут как бы старые лица, но новая структура, так сказать. В новую структуру войдут представители всех украинских православных церквей. Именно Киевского патриархата, Украинской аптекефальной православной церкви и Московского патриархата. У которых юридическое правильное название Украинской православной церкви. И они, собственно говоря, должны, предполагается, что они должны собраться. И, собственно, этому собранию и будет предоставлен Томас. И это будет собрание, которое фактически учредит вместе, так сказать, в содействии, сотрудничестве со Вселенским патриархатом новую церковную структуру в Украине, которая станет той самой украинской поместной православной церковью. А собраться это учредительное собрание в лице КП, МП и автокефальной церкви должно до вот этого собора, синода, точнее? Не обязательно. Томас, он может быть предоставлен, он может быть подписан даже до собора в Киеве. Но когда его привезут в Киев, то его должны передать уже членам этого собора. Ну, то есть мы еще посмотрим, как будет, собственно, формироваться этот собор. Допускаете ли вы этот... Это очень важный вопрос, да. Допускаете ли вы, что Константинополь даст не автономию или не автокефалию, да, как вы говорите, а какую-то другую форму, ну, например, подчинит Киев не Москве, а себе? Ну, такой сценарий существовал еще в 2008 году, когда в качестве такого промежуточного этапа, который бы длился неопределенный срок, предлагалось создать, возобновить Киевскую митрополию, которая действительно существовала с X по XVII век в составе Константинопольского патриархата. И такой сценарий обсуждался и сейчас, но я считаю его как бы маловероятным, по-прежнему возможным в качестве переходного этапа, но маловероятным. Я думаю, что и Томас, собственно говоря, предоставляется уже автокефальной церкви. Томасом не учреждается или не возобновляется новая митрополия. Для учреждения такой митрополии в составе Константинопольского патриархата, подчиненной патриархату, предполагается другой документ, другие решения, другой формат решений. Я поняла, патриарх Кирилл после встречи в Стамбуле, он тоже нам об этом рассказывал Сакена и Мурлай, в своем сюжете подробности пересказывать не стал, говорит, что это братская встреча и не расскажет, о чем хоть тайной она и не была. Но уже в аэропорту он встретился с российскими журналистами, и давайте посмотрим и послушаем, что же сказал он. И ведь устройство православной церкви такое, что ни одна церковь не может принимать решений, которые бы противоречивали, противоречили бы позиции другой православной церкви. Поэтому мы просто запрограммированы на взаимодействие, на сотрудничество. А поскольку мир меняется быстро, то и сотрудничество это должно быть достаточно динамичным. Вот в этой фразе о поскольку мир меняется быстро и сотрудничество должно быть динамичным, вы усмотрели ли, возможно, согласие патриарха Кирилла в такефале украинской церкви? Я бы такого не исключал и вполне возможно. Я думаю, что это хорошо, что эта встреча состоялась, что произошел обмен мнениями, стороны, так сказать, диалога выразили позиции. Важно, что атмосфера, как беседа, диалога, как кажется, была ненапряженной, вполне такой себе мирной. Это хорошо. И также нужно отметить, что на фоне этого Константинополь еще с большей ясностью подтвердил свои намерения двигаться в том направлении, которое было заявлено. Отец Кирилл, переформулирую тогда вопрос. Вы человек с большим опытом, с большими связями. Наверняка у вас есть свои источники. Как, по вашему мнению, настроен глава Российской Православной Церкви? Я думаю, что я не возьмусь судить об этом. Я надеюсь, по крайней мере, что между Константинополем и Русской Церковью будет взаимодействие положительное для Украины, для разрешения украинского церковного вопроса. Я думаю, что те, скажем, даже угрозы, которые звучали до сих пор, что это все приведет к всеправославному расколу в масштабах, так сказать, глобального православия, как это сейчас существует между православной и католической церквью, что все эти заявления, они не будут осуществлены. И что Томаса, предоставление украинской церкви независимости, он не вызовет вот такой реакции, о которой уже было заявлено. Я также надеюсь, что блефом окажутся заявления некоторых украинских политиков о том, что там прольются реки крови и прочее, как результат этого Томаса. Это очень опасные заявления, которые, безусловно, нужно очень серьезно принимать во внимание. Но я тоже надеюсь, что ничего подобного не произойдет. И, в конце концов, процесс, конечно, будет с трениями, но без тех необратимых последствий, о которых много говорили из Москвы и некоторые политики из Киева. Так что, собственно говоря, я, вот посмотрев все эти, проанализировав все заявления и сигналы, которые прозвучали и из Константинополя, и из Москвы, стал меньше беспокоиться о негативных последствиях предоставления автокефалии украинской церкви. Вы сейчас говорили, как я понимаю, о высказывании депутата от оппозиционного блока Вадима Новинского, о его связях с Украинской православной церковью Московского патриархата, собственно, далеко и давно известно. Но, как я понимаю, все-таки с ним нужно вести в таком случае переговоры со стороны церкви, в том числе, чтобы он и его политическая сила, и другие политические силы не подогревали такие конфликты. Ведутся ли подобные переговоры? Я не думаю, что с господином Новинским нужно вести на эту тему переговоры. Он ведь никого не представляет, он просто депутат и представляет политическую силу. А переговоры нужно вести между церквами, так, чтобы в переговорах принимали участие все церкви и находили мирное решение для тех конфликтов, возможных конфликтов, которые будут возникать. А с подобными заявлениями от депутатов, от политиков, я думаю, что ими должны заниматься не церкви точно, а компетентные органы Украины. Отец Кирилл, хочу перейти к следующей теме. Теоретически в новосозданную церковь, единую, поместную, кто войдет? Московский патриархат, Киевский патриархат, Украинская автокефальная и все? Ну, во-первых, туда не будут входить, так сказать, структурами, туда будут входить людьми. Отдельными приходами? Потому что создаются новые структуры. Да, то есть, как бы, существующие административные структуры, они либо будут упразднены, либо они трансформируются в новую структуру. Но это не будет, как бы, сумма существующих структур. Это будет сумма приходов и людей, которые представляют церковь, епископов, священников, духовенства и так дальше. И сколько приходов, сколько епископов от каждой из существующих структур войдет, судить сложно. Но можно предположить, что, конечно, практически все представители Киевского патриархата войдут в эту структуру и в новую структуру. Также можно надеяться, что и значительная часть УАПЦ ее пополнит. Наверное, преждевременно говорить или давать прогнозы по поводу части УАПЦ. Конечно, я считаю, что для УАПЦ и для будущего православия Украины было бы важно, чтобы УАПЦ уже сейчас приняла активное участие в формировании новой структуры. Но похоже, что это очень быстро не произойдет. По всей видимости, УАПЦ на начальном этапе будет скорее занимать, или многие люди внутри УАПЦ, а епископы, священники будут занимать такую позицию наблюдателя, смотреть, что из этого получится. И когда увидят, что из этого будет что-то толковое получаться, то я прогнозирую очень динамичный переход из структуры УАПЦ в новую церковную структуру в Украине. И приходов, и даже епархий, и монастырей, может быть, духовных школ. УАПЦ, еще раз уточню, вы имеете в виду то, что в народе называется Украинская православная церковь Московского патриархата? Да, и то, что в законе называется, или в законодательных актах регистрации называется Украинская православная церковь, просто да. Но это известно как Украинская православная церковь Московского патриарха. Если отдельные приходы, например, не согласятся или захотят войти в новосозданную структуру, как это должно происходить? Это должен быть общий сход прихожан, голосование или? Да, уже сейчас есть механизмы, которые позволяют определяться приходом своей юрисдикционной принадлежности. Возможно, что к этому времени, когда процессы будут запущены, будет принят и закон, проект которого уже достаточно долгое время находится в Верховной Раде, который предусматривает более четкую регуляцию перехода общин из юрисдикции в юрисдикцию. И в данном случае, что важно, мне кажется, подчеркнуть, что государство, на мой взгляд, не должно оказывать никакого давления на приходы. Оставаться ими где-нибудь, либо переходить. Государство должно обеспечить полную свободу выбора для самих общин. Если община хочет перейти в новую юрисдикцию, государство обязано защитить этот выбор. Если община хочет остаться в какой-либо из юрисдикций, государство тоже обязано защитить этот выбор. И такова норма демократического государства. То есть в тоталитарном обществе, в тоталитарном государстве, государство бы, скажем, демонстрировало какой-то фаворитизм той или иной церковной структуре. И это противоречило бы и Конституции Украины, и демократическим нормам. Поэтому я думаю, что сейчас очень важно сосредоточиться на том, чтобы определить и помочь приходам определяться в своем выборе. Но не навязывать сам выбор. А потом защищать этот выбор, когда они его сделают. Отец Кирилл, предполагаем, что будет выдан Томас, что будет создана единая православная церковь, наверняка будет избираться ее глава. Так вот, допускаете ли вы, что главой станет Филарет? Это очень высокая вероятность, но это не стопроцентная вероятность. Потому что все будет решать вот это учредительное собрание, учредительный собор. На основании Томаса, собственно говоря, Томас и должен прописать процедуру избрания и даже в какой-то степени рамки полномочий нового предстоятеля. Обычно так в Томасах и бывает, что эти документы достаточно подробно прописывают полномочия и процедуру избрания. Вернусь к утверждению, что вы очень информированный человек в православии и, возможно, вы знаете, что обсуждаются другие личности. Ну, в общем-то, я бы этого не случил, но да, могу сказать, что обсуждаются различные кандидатуры и я думаю, что так и должно быть. Потому что я надеюсь, что новая структура, новая церковная структура, она будет как бы существовать на основах, на принципах соборноправности, то, что в Украине называют соборноправность. А вот соборности, предполагающие дискуссии, предполагающие обсуждение различных вариантов, в том числе вариантов предстоятельства. А назовете фамилии ближайших конкурентов? Ну, я бы не называл их. Отец Кирилл, последний, пожалуй, вопрос. Вот в случае выдачи Томаса наверняка станет вопрос о Киево-Печерской лавре и других храмах, других приходах и так далее. Что будет с ними? Как должна разрешаться вопрос имущества? Да, уже звучали заявления патриарха Филарета о том, что лавры должны принадлежать новой поместной церкви. Я думаю, что это были очень неосторожные заявления, под которые потом были, так сказать, смягчены заявлениями пресс-службы. Но само появление таких заявлений, мне кажется, очень опасно, потому что является предпосылкой к нешуточным конфликтам, действительно к тем, даже, может быть, кровопролитию, о которых предупреждают некоторые политики. И здесь еще раз хочу подчеркнуть, что сами общины, сами монастыри, лавры должны определять, кому им принадлежать. Никто не должен в это вмешиваться в этот процесс. Ни из соседних стран никто, ни из украинского политикума. Они сами должны определять, где им быть. И государство обязано защищать потом их выбор. Но ни в коем случае не должно этот выбор навязывать этим лаврам и общинам. Я думаю, что в таком случае мы избежим и обвинений в недемократичности, в нарушении свободы вероисповедания со стороны западных партнеров Украины. И мы таким образом избежим совершенно ненужных конфликтов в самой Украине. Что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли с нами на связь. Напомню нашим зрителям, что с нами был архимандрит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Кирилл из Соединенных Штатов Америки на скайп-связи. Мы же переходим к другим темам.